Ведь что нам нужно? Красиво, с комфортом доехать из одной точки в другую. Это может быть подольше, чем своя машина. Но вариант отдыха водителя, который в автобусе, который ваш водитель, тоже есть. Так вот, еще интереснее другое. Доверие. И лучший результат. Доверие есть к магнитогорцам. Это лучшие водители категории D. А комфорт вам налицо. Я немного объясню суть автомобилестроения. Это называется гарантия. Чем больше двигатель, тем гарантия дольше. Топовая гарантия у большегрузов и автобусов. Для них размен на миллион налицо. Главное зависит от вас. Уважайте труд, не свинячите и получайте максимум удовольствия. Почему автобусы? Потому что автобусы комфорты. За рулем далеко ехать устаешь, правильно? Особенно до Екатеринбурга, да? В нашем возрасте как бы все-таки лучше на автобусе. Да, лучше на автобусе. Можно ехать спокойненько, да? Ну, естественно. Будем надеяться. Дай бог, чтобы довез нормально. Так довезет, довезет, проблем-то нет. Ну, дай бог, будем. Конечно, 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 доедем. Вам нравится автобус? Нравится, поспать можно. Мы сейчас и поспим, правильно? У вас права есть? Есть. А почему едем на автобусе? Потому что я на СВО еду. На СВО едете, да? В первый раз? Вопрос такой, раз СВО. Мне говорят разные вещи. Ну, не самые товарищи умные по Ютьюбу. Ну, такие товарищи бывают, да? В принципе, нормально там? Смотрелось, с чем сравнивать. Ну, понятное дело, что мы не получаем удовольствия. Но, тем не менее, вы вернулись? Ну, я в отпуске был. И возвращаюсь обратно? Будем надеяться, что все будет хорошо. Я не так часто езжу на автобусе. На самом деле, это мой первый раз. Наверное. За долгий промежуток времени. Можно ехать спокойненько. Но вот другой вопрос. Почему не на машине? Ну, потому что на автобусе намного комфортнее, я считаю. И безопаснее. Можно расслабиться? Да. Хорошо, это хорошо. И я считаю, что на машине 600 километров это немножко проблема. Ну, кому как, да. Возможно. Правильно. Лучше ездить на автобусе? Ну, да, конечно. И, конечно, общественный транспорт очень даже выручает в этом плане. Вы часто ездите на автобусе? Первый раз. Первый раз. А до этого как вы ездили? В легковой машине. Автобус хорошо. Автобус в машине. Да, спокойненько едем и не парим музыки, да? Да. По-другому не получается. Вопрос, как бы сказать-то. Я не противник того, что мы ездим на автобусе, потому что я знаю, что нас везут крутые специалисты. А этим крутым специалистам всегда же можно сказать спасибо? Конечно. И мы это будем делать. Наверняка у каждого взрослого мальчика есть право, правильно? Совершенно верно. Вопрос такой, а почему автобусом? Меньше проблем. Меньше проблем, да? Там именно то, что не нужно думать, где там припарковаться, там же думать надо еще и как там в городе проезжать. А так на своих двух добрался в нужную точку. Я считаю, что это лучший вариант. Ну, это один из лучших вариантов, я бы сказал. Еще один вопрос весьма интересный, да? То есть наверняка у вас есть права? Да. Есть. Есть права. У меня тоже есть права, да? Но я вот решил, что все-таки я поеду, наверное, на автобусе, потому что мне это больше нравится. Потому что я очень хорошо знаю Екатеринбург, не менее хорошо я знаю Тюмень. Ну, то есть, в общем-то, в принципе, а зачем туда ездить, когда есть автобус? Конечно, это тяжелая штука. Вождение. Правильно? Ну, да. Ночной рейс – это непростой рейс. Не просто так, да? Это не дневной рейс, да? Согласен. Это не очень просто. Это непросто. Но, тем не менее, мы подготовились, мы выспались. И гарантируем, что мы доставим людей. Это само собой, разумеется, даже без вариантов. Доедем без проблем. Доедем без проблем, да? Да. Вопрос такой, маленькая проблемка у нас возникает, да? Ну, точнее, две маленькие проблемки, одна из них решилась. Новый автобус. В прошлом году был старый автобус, а теперь новый. Ну, начальство меняет, подвижной состав старается, чтобы пассажирам было удобнее. Да и проходители не забыли. Ну, да. И мы как бы, нам приятнее ездить на новых, меньше ремонту, меньше всяких проблем по дороге. А ночью, если сломаешься, это уже большая проблема. И вопрос маленький, естественно, уже третий, последний, финальный вопрос. А когда люди вам говорят спасибо, это хорошо? Это приятно. Приятно и нравится. Да. Что такое правда? И как вас колбасит? Правда скрывается в том, что без лучшего удовольствия айтишники никому не нужны. Айтишники – это только компьютеры. Да без них как-то жили 10 тысяч лет, развиваясь и думая своими мозгами. Что же нас касается? Это суть вопроса немного другая. Суть вопроса и в отдыхе, и в деньгах. Наконец-то Платон. Наконец, ночь для перевозок пассажиров. И тогда, когда вы спите, а удобный автобус вас перевозит. Это, кстати, наш город. О, прогрессия приглашают водителей категории D. Работать в удовольствие. Нужны специалисты экстра уровня. Для вас отличная возможность получать реальные деньги. Отдыхать, чувствовать благодарность пассажиров и удобство в перемещении. Я неоднократно буду ездить, чтобы вам показать развитие страны. Вы видели маршруты из Екатеринбурга. Магнитогорск это может сделать. Нужны вы, специалисты. И тогда открытость города металлургов будет больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин